здравствуйте друзья у нас вопрос мне 30 первая профессия музыкант родом с донецка после начала войны переехал освоил профессию тестировщика тестирование чуть больше двух лет на данный момент работаю в крупной международной аутсорсинговой компании на позиции к инженер планирую эмигрировать участвовал два раза в лотереи green card пока безуспешно пытаюсь искать другие варианты некоторое время назад начал осознавать что работая на проекте не прокачиваю нужных скиллов для того чтобы иметь ценность на рынке труда проект сложный прокачка идет вглубь проекта изучение функционала но так или иначе проект когда-то закончится я начал думать о том чтобы каким-то образом продолжать обучаться развиваться профессиональным и тут вселенная также как на вопрос на вопросы ответами на запрос ответила новые возможности си его айти школы в которой я учился предложил мне стать тренером в новом филиале который открывается на днях в моем городе я подумал что это хорошая возможность для меня так как наиболее эффективный способ что-то выучить или освоить это начать обучать этому других да это классика да правда так и есть курсы тестировщиков состоят из трех блоков тестирование программного обеспечения сиквел и unix с сетями пока что начну вести группу по сиквел но в перспективе си его озвучил желание чтоб я был full stack full stack тренером то есть как бы все предметы вел но об чем сразу не может все ну ладно потому пока что я не совсем понимаю как я буду совмещать основную работу с преподаванием и вообще смогу ли я преподавать но я понимаю что это для меня очень хорошая возможность к тому же мне интересно преподавание в целом недавно читал одно из высказываний ричарда брэнсона суть которого заключается в том что если вам предлагают новые возможности да вы не знаете сможете ли справиться сначала согласитесь а потом ищите способы решения поставленных задач хорошо как так мне нравится мысль за помощью в поиске этих самых способов и обращаюсь к вам как в гуру тестирования и обучение тестировать тестированию да и обучение в целом в мировом масштабе то так не могли бы вы прокомментировать ситуацию как вы ее видите подскажите пожалуйста на что мне следует обратить внимание чтобы стать эффективным в этой новой для меня деятельности посоветовать какие-то источники информации о методах обучения педагогической практике и так далее с большой благодарностью алексей хорошая тема ну что же поговорим я тут пораньше сегодня еду и так как-то вроде солнышко немножко с другой стороны поэтому камера будет на меня пока направлено значит как раз еду значит педагогическая тема пока актуально я еду на первый урок в группе сегодня новая группа начинается а я обычно веду первый урок в каждой группе и веду урок по поиску работы в каждой группе так остальное я не не преподаю в онлайн классе веду целую 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 курс но вот живьем у нас есть народ который тут на кампусе преподает кроме меня значит первое с чего я начну и может быть потом этим же и закончу это такая хохмочка из платонова из котлова напомним я я точно уже не скажу давно читал значит я очень люблю эту хохмочку как стоят два землекопа и копают там что-то траншею как в америке и на мидалов нового ну то есть где-то там заброшенном месте копают но и там какой-то путник мимо идет и путь не говорит мужики о чем-то копаем и один землекоп я его называю small picture guy вот этот small picture говорит ему так и вот же траншею через видно как бы невооруженным глазом траншею и копаем второй землекоп отвлекшись так сказать от копания я его называю big picture guy он ему говорит видишь как вот что вокруг ничего нет вокруг вот год а через пять лет вот прямо на этом месте будет самый красивый город в мире построен так что строим самый красивый город строим город будущего строим город будущего и в практически любых видах человеческой деятельности неважно о чем идет речь на уж преподавание так особенно значит есть люди которые копают траншею пришел на урок там опрос они там отнудили свое он что-то рассказал пол класса спит а сейчас же они не спят сейчас же они с этими с мобильными девайсами никто не слушает вот и вот это своя от барабанил ему там заплатили чё ты он пошел вот он копал траншею педагогическую а есть люди которые заходят в класс и строит город будущего и когда говорят там про секреты там педагогические там педагогические того и что-то еще если ты строишь город будущего когда в класс входишь у тебя все остальное получится естественным образом ну я может быть немножко утрирую потому что есть люди я и я вижу это вот ну сталкивался которые патологически не способны преподавать действительно но они помимо преподавания вот допустим говорят на какую-то тему тему не держат или допустим линия которая должна была пройти четко они к ней перетаскивают массу всякого хлама и уже основная линия теряется но просто они независимо от преподавания вот вот так общаются это правда то есть есть люди которых очень трудно понимать где-то я читал что академик кто это был йов и либо вот он зас послушал там людей или говорил что-то а дальше были люди вокруг него они они объясняли то есть он сложно говорил и ну но бывает понимаете то есть бывает что для того чтобы его понять нужно быть уже на очень-очень высоком уровне самому а если которые наоборот сложные вещи объясняют так просто что все понимают бате есть это особый талант объяснять простые вещи сложные вещи просто а есть люди которые простые вещи так закрутят что уж там понять вообще никто не сможет то есть безусловно есть как бы некоторые талант к объяснению там был вопрос то был насчет науки значит вот педагогика там и так далее я начал преподавать задолго до того как стал изучать педагогик вот и я не только там изучал я работал занимался разрабаткой методов обучения не у меня публикации много там несколько десятков педагогического плана методического но что вам сказать я никогда не чувствовал себя теоретика там педагогики я никогда не спрашиваю себя вот я иду на урок я никогда не спрашиваю себя как какой метод будем применять примерно я знал методы ну конечно я изучал вот поэтому не 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 в книжках дело безусловно читать книжки неплохо то есть вообще когда ты чем-то занимаешься читать книжки неплохо вот занимаешься бизнесом читаешь книжки по бизнесу там преподаешь там читаешь что по педагогике я бы даже сказал что может быть если бы меня сегодня спросил вот да молодой человек алексей если бы он меня спросил вот одну книжку дай какую-то чего почитать педагогики я бы сказал почитать книжку из может быть учебник там не знаю для педвузов по истории педагогики по истории не по методике не по дидактике там какой-то просто по истории педагогики чтобы ты понял как это все происходило в мире и и где ты вот на этом пути передача знаний от поколения к поколению это естественная функция человеческого общества это происходит на уровне семьи и уже в таких более современных более технократических таких вот экономиках это уже и функции всего общества школа там не знаю университет аспирантуры и так далее а когда-то помните да значит ну то есть вы не помните живьем то вы знаете что это было так вот значит а мастер подмастерье так чувствуется солнышко пошло не в нашу сторону так вот мастер подмастерье вот он так на читам перенимал не то что там кто-то какие-то методы преподавания значит использовал вообще преподавание как наука значительной степени становится востребованным когда передача знаний идет от одного человека к группе людей вот когда на складе сидит 30 человек это не то же самое что допустим там репетитор репетитор в богатой семье там с ребенком занимается это очень разные два процесса и очень много в нем аспектов но но мы я не хочу в эту сторону лезть на самом деле это на эту тему много написано и я даже не думаю что алексей нужно это все читать значит вот еще раз для того чтобы общую идею понять вот хорошо почитать историю педагогики для того чтобы преподавать хорошо надо спросить себя я чё делаю вот я там вышел сиквел преподавать а для чего я это делаю я может быть участвую в какой-то команде может быть я член команды какой-то и мы как команда создаем какой-то общественно значимый продукт и не только общественно значимый но и на индивидуальном уровне вот пришли люди заплатили деньги они не заплатили деньги чтобы изучить там что-нибудь я не знаю там тот же сиквел или там юник сети или тестирование программного обеспечения от человека который сам недавно стал этим заниматься по образованию музыкант они же не для этого пришли они пришли для того чтобы поменять профессию они тоже хотят как алексей начать зарабатывать ну грубо говоря в твердой валюте да это же кардинально меняет их жизнь поэтому значит фактически ты член команды которая кардинально меняет жизнь людей в этом плане может оказаться что тебе с этой командой не по пути вот через некоторое время вот вы преподаете там сиквел а другой преподает там я не знаю еще что то а третий преподает еще что то и вдруг выясняется что это вы чувствуете себя членом команды например а они просто копают траншею и в общем то по большому счету может быть им даже и без разницы найдет кто-то работу или не найдет там 10 процентов будет трудоустройства или там 85 а даже если 10 всегда есть объяснение первое так а я чего я вот только сиквел читаю второе объяснение ну так рынок такой сейчас все хотят войти еще чуть понимаете значит вот это отношение к делу и может оказаться что вы не хотите быть в этой команде может быть вы выгорнете где-то в том будете сами учить я не знаю там в онлайне сейчас же принято в онлайне учить можете учить людей которые находят там по всему миру насколько я понимаю там человек который преподает эти же дисциплины скажем украине может быть меньше будет брать за час если по сравнению с тем кто живет там в российской федерации я не знаю ну наверно во всяком случае я знаю людей которые преподают там по всему миру и вы на самом деле совершенно не ограничены вот этим вот пространством города где вы живете где открывается там курсы вот что касается роста действительно как сказать что то происходит в этот момент я могу по себе сказать потому что это это буквально то что со мной произошло то есть я работал и вроде все нормально было но когда я начал преподавать ты выходишь к доске а тогда у нас не было проектора я выходил к доске и писал код на доске а они должны были значит там на компьютерах глядя на доску значит его там набивать и вот соответственно отлаживать потом я им помогал этим всем заниматься и я помню был момент я тогда в Борлэнде работал значит там подсел ко мне лид и говорит Майкл давай я тебе задачку покажу у меня ничего не написано но мы на словах вот надо автоматизировать значит ну и мы с ним садимся и часа два просидели и сделали что он там хотел и он когда мы уже расставались он говорит он вообще не восторженный был такой обычный парень и он говорит ты знаешь первый раз вижу человека который два часа писал код и ни разу help не посмотрел и я задумался потому что действительно когда я курс этот начинал вести у меня бумажечка с собой была я в нее все время подсматривал потому что я не помнил а когда ты ведешь ты запоминаешь и действительно у меня все это уже в голове там существенно уже запомнилось и мне и не надо было поэтому к чему я говорю действительно меняется что-то одно дело ты что-то понимаешь а другое дело ты кому-то должен объяснить и для того чтобы кому-то объяснить ты должен лучше понимать ты должен понимать на уровне объяснения понимаете уровень понимания и уровень объяснения это разные два уровня вот есть хорошая фраза кто ясно мыслит тот ясно излагает понимаете значит для того чтобы изложить другому человеку у вас должно быть достаточно ясности в голове собственной поэтому оно неплохо конечно неплохо мы в принципе с вами из такой культуры не знаю как ее назвать правильно с серьезным азиатским таким компонентом где об азии да особенно вот там где-нибудь в Азии учитель это с большой буквы за главные буквы пишется учитель учитель я помню отец вот рассказывал он там в местечке рос и там он 7 классов закончил в этой школе местной и вот и потом так его уже судьба там носила по всей стране и он говорит когда приезжаешь вот туда в этот Черняхов там в Житомирской области где он жил он говорит первое что ты делаешь ты идешь к учителю понимаешь учителю прийти и выразить там почтение и уважение и сказать я тут вот мы мы же мы из этой культуры она рушится в этом смысле она рушится она становится такой более ну можно сказать более западной вот то есть мы перестали учителей с большой буквы понимать надо сказать что и учителя тоже в этом смысле перестали себя ощущать с этой буквы заглавный но это такой взаимный процесс но мы все-таки мы из этой культуры поэтому от вас люди чего-то ждут кроме копания траншеи на уроке они от вас ждут какого-то лидерского такого момента вот и соответственно у вас есть возможность реализоваться вот как лидер как человек который куда-то ведет поэтому я считаю что это хорошее занятие чем-то сродни земледелию я я вообще с пиететом отношусь к земледелию я я считаю что работа на земле очень облагораживает человека совершенно потрясающе она она даже имеет такие как бы целебные целебные свойства да вот люди которые с расстройствами всякими с болезнями вот и вот вот они там копают что-нибудь там сажают грядочки там деревья выращивают или там фрукты в смысле там овощи какие-то на грядке и это имеет целебный эффект целительный эффект это это потрясающе совершенно так вот работа педагогическая она сродни вот этому труду сельскохозяйственному так я не понял у нас тут солнышко не падает как-то так с тенью непонятно что происходит давайте переверну да хорошо и это благородное занятие особенно если вы зарабатываете где-то в другом месте и вы делаете это не потому что вот там надо покушать или как-то вот ну ну отработать хлеб насущный а делаете это в свободное от работы время делаете это потому что у вас какой-то зов есть вот не было ни слова сказано там есть возможность подработать а было сказано есть возможность подняться на какой-то уровень развиться в каком-то направлении и так далее это все очень здорово и я так как коллеги можно сказать обращаюсь значит самое главное вы должны вот это вот я говорю мы с этого начнем и мы этим закончим вы должны строить город будущего тогда у вас все получится с точки зрения педагогической методической и так далее у нас есть сейчас в школе например человек я там не тыкая пальцем который божественно преподает это просто что-то невероятное и я помню первые там пару прогонов когда вот этот педагог вел свой предмет много лет назад человек работает в индустрии просто приходит потому что мне нравится преподавание и первые пару раз я думал черт возьми может вообще не получится знаете как бывает вот а потом потихонечку потихонечку отработалась наладилась понеслось и глаза горят там народ на ушах стоит и так далее в моей практике так происходит когда готовится курс когда готовится курс вы планируете что-то и идете в класс ну что-то идет как задумано что-то не идет как задумано и вот меняешь то есть надо быть с открытыми глазами смотреть что пошло что не пошло меняешь второй проход лучше но все равно надо кое-что подправить а вот третий обычно это тиражируемый такой подход всегда по мелочи там тут здесь там но в общем-то это уже тиражируется очень важное понимаете вот вроде бы никто их специально не собирает квеллах вместе или там шустрых вместе но как-то так получается вот есть шустрая группа а есть квеллая группа ну вот поэтому соответственно вы вот этим всем будете будете на ходу так сказать управлять подстраиваться и так далее значит последнее что вы хотите делать это вот прийти со своим планом отдолбать по этому плану а кто чего понял не понял там это уже ваше не ваше дело вот это это землекопы так работают вот так все это произойдет я надеюсь судя по письму и судя по тому так сказать восторгу что ли который которым человек уже переполняется и так далее я чувствую что у него должно получиться хорошо ничего там ничего там такого нет если человек правильный будет хорошим педагогом большинство гениальных педагогов не учились этому там в педагогическом институте может быть вообще нигде этому не учились да значит еще раз строим город будущего вот на этом на этом мы и закончим счастливо так вот вот